В конце концов, погибли люди с обеих сторон. И много людей погибло, тысячи людей погибли. Нужно где-то поставить точку. Смотрите, когда мы говорим о конфликте, для нас противоположной стороны как бы не существует. Мы говорим о себе, о своих потерях, о наших действиях, о наших каких-то шагах. А пусть он сделает то-то. Кто он, мы не знаем. Почему он, вот этот вот он, должен что-то делать, мы не знаем. Я почти уверен в том, что то же самое отношение и та же самая логика работают с противоположной с азербайджанской стороны. Я думаю, что в какой-то момент мы должны посмотреть на ситуацию иначе. К добрососедству мы не готовы. Это надо констатировать. Не готовы с обеих сторон. Я думаю... Смотрите, это вот глубоко мое личное мнение. Я думаю, что по пути на разрешение... То есть, разрешение ситуации, разрешение, вот, ну, я не знаю, вот, если разрубить Гордиев узел в армяно-турецких отношениях, это очень сильно поможет какому-то разрешению армяно-азербайджанских. Но Турция скована, она говорит, мои отношения с Арменией обусловлены отношения Армении с Азербайджаном. Вот, вот. Значит, этого не понимают сегодняшние лидеры Азербайджана. Что для них выгодно улучшение армяно-турецких отношений. И, фактически, они могут говорить, да, вот, давайте там, улучшайте и так далее, но конкретных действий на этом пути они не предпринимают. Но они это используют как шантаж. Ну, они это используют, так сказать, в том, что кажется, им кажется в их интересах. Да. Открытие границ, просто открытие армяно-турецкой границы, не для граждан третьих стран, а просто открытие границы, станет очень выгодным для Азербайджана. Но они, как мне кажется, да, вот, не доверяя армянской стороне, боятся этого. Каким образом будет выгодно, вот, раскроете сколько? Ой, ну что вы, посмотрите на карту, кратчайшие пути из Азербайджана в Турцию ведут через Армению. Да, не нужно делать вот каких-то вот таких вот объездов. Разумеется, эти кратчайшие пути должны находиться, ну, и будут находиться под армянским контролем. Ну, Олег говорит, я захвачу Армению и вопрос решу. Да? У него так просто все. Вот, посчитайте этот мой смех ответом. Что значит быть азербайджанцем в начале 21 века? Это значит жить в стране, которая лишилась определенного процента своих территорий. Это значит жить в стране, которая должна отвоевать, или отвоевала, или отвоевывает, неважно. А, значит, вот свои территории обратно. Это значит изгнание армян-захватчиков со своих территорий. И так далее. Мы строим свою национальную идентичность на ненависти к соседу. Оба. Это глубоко неправильно. Это лишает нас возможности жить по-человечески. Это нужно прекращать. Но вы понимаете, мы уже выстрелили, уже дети растут. Мы говорим, что вот в азербайджанском детских садах, там, я не знаю, детей учат антиармянскую. А чему мы их учим? Кто твой враг? Турок. Вот, понимаете как? Это мы сами себя загоняем в этот тупик ненависти. И из этого тупика надо выходить. И из этого тупик ненависти.